Атака Ирана. Я начну с реакции пропагандистов, которые празднуют победу Ирана. Вот несколько тезисов, которые Z-журналисты обнаружили. Это они обнаружили десятки убитых, испуг и панику. Пишут, точнее говорит пропагандистка Зейналова, что Иран достиг цели, запустил сотню дронов и ракет, чтобы увидеть испуг и увидел его. В Израиле паника, ликвидировали четыре десятка человек, до цели добрались десятка ракет. Говорит она так же, что Иран все спланировал так, чтобы свести к минимуму риск эскалации. А если Израиль ее продолжит, то мировое сообщество будет обвинять его, настаивает Зейналова. Вот не знаю, как это родилось, но в любом случае противодействовать этому хотелось бы и с вашей помощью в том числе. Поэтому хотелось бы услышать объяснение, что на самом деле произошло. Ну, прежде всего я хочу обратиться к гражданам Украины. Дорогие друзья, вот в течение без малого двух десятков лет ваша страна и ваш народ стали жертвой целенаправленной кремлевской пропаганды, в рамках которой ваша нация была демонизирована в головах, в душах россиян, и ваше государство было делегиматизировано. И мы с вами понимаем, что из уст российских пропагандистов в отношении вашей страны не было сказано ни одного слова права. Неужели после этого у вас может зародиться подозрение, что в отношении моей страны те же самые люди сказали хоть одно слово права? Григорий, я сделаю небольшую ремарку. Нас смотрят отовсюду, очень много людей и из Америки, и из Европы, поэтому это обобщенное универсальное объяснение и в том числе попытка противодействовать этому на всех абсолютно уровнях, на которых только возможно. Не с позиции того, что мы в это верим, абсолютно нет. Я просто, если вы помните, специально сделал ремарку, что я обращаюсь к гражданам Украины, потому что когда у человека что-то болит, то ему понятней боль другого. Именно из этих соображений. Теперь по существу. Израиль — это государство, в котором невозможно скрыть гибель ни одного военнослужащего. Тем более сорока, не то что гибель, ранение боевое, а тем более сорока военнослужащего. Понимаете, в чём дело? Самое страшное, чего боится любой диктаторский режим, — это правда. Поэтому им в голову не может прийти, просто это противоречит их представлению о мире, что бывают страны, где, в принципе, есть норма сообщать населению правду. Поэтому, конечно, ни 40 погибших, ни 4 погибших, никаких погибших у нас, к счастью, нет. Вот я как раз сейчас, понимаете, вот россияне, они просто не могут представить, что бывают страны, где просто вот людям говорят правду. Вот я сейчас вышел с вами в эфир, и я оторвался от телевизора, где по израильским каналам транслировалось обращение пресс-секретаря армии оборудованной Израиля к населению. Того самого пресс-секретаря, который вместе с начальником Генштаба, вместе с руководителем Шабака, это внутренней службы безопасности, через несколько дней после начала наземной операции в Газе, в сердце Газы, одевшись в бронежилет, одевшись в каску и взяв автомат в руки, они сидели на совещании, и это совещание освещалось прямой в эфире израильским гражданам. Хотел бы я посмотреть на Шайку с Герасиевым, которые бы сидели на передовой под пулями через несколько дней после начала агрессии против Украины. Ну, так вот, вступление. Так вот, этот начальник пресс-службы армии оборудованной Израиля демонстрировал те разрушения, которые причинили четыре ракеты. Вот сегодня это уже опубликовано официально. Из 109 ракет баллистических и крылатых, которые проникли в воздушное пространство Израиля, четыре достигли цели. Вот посчитайте процентное соотношение. Эти ракеты упали на две авиабазы военные, три на одну из баз и одна на другую. Вот та, которая упала на одну, одна ракета, она ничего не причинила, никакого ущерба. Это огромные базы, они как гор. А вторая база, значит, там была повреждена одна из очень многих взлётно-посадочных полос, её отремонтировали уже, и был поражён некий склад, складское помещение, оно было пустое, и тем не менее здание было повреждено, и вот это продемонстрировали, воронку показали сейчас и так далее. Теперь давайте пройдёмся по фактам. Значит, вот сейчас уже эти цифры, которые поначалу были приблизительные, они сейчас уже окончательно оборудованы. Итак, более 200 беспилотников участвовали в атаке, потому что помимо сбитых беспилотников, были ещё беспилотники, которые падали, сбившись с курса. И вот точно сколько их было, мы не знаем. Но более 200 условий. Помимо вот этих беспилотников было 36 крылатых ракет и 109 баллистических. Вот из-за этого возникла неточность. Изначально сказали, что считали крылатые вместе с баллистическими, заявили, что было порядка 150. Так вот, 36 крылатых. Теперь, значит, впервые в истории нашей Близневосточной вместе с израильскими военными сражались военные других стран. Раньше никогда такого не было. Это, вернее, неправильно. Я сейчас объясню, почему я сделал такую поправку, потому что в 56-м году как раз с Египтом воевала коалиция Израиль-Англия и Франции. Так вот, с 56-го года не было подобного динцидента. И воевали, значит, лётчики Соединённых Штатов в Великобритании и Ордании, а также зенитчики Саудовской Аравии. И вот все беспилотники, они были сбиты вне воздушного пространства Израиля на территории Ирака, Саудовской Аравии и Иордании. И Сирии. Были они сбиты средствами ПВО и вот боевыми самолётами перечисленных стран. Когда же крылатые и баллистические ракеты достигли воздушного пространства Израиля, то по ним отработали израильские ВВС по крылатым ракетам и израильские средства ПВО, а именно система противоракетная, противобаллистическая ХЭЦ-1, ХЭЦ-2, а также Проща Давида и Волшебная палочка. Две израильские оригинальные разработки, которые были совместными иными штатами созданы и поставлены на боевое дежурство. И поменялись, когда хуситы у нас в прошлом вели по нам обстрел. И, кстати, в этот раз хуситы тоже присоединились и был отапован город Илл. С точки зрения результативности, это полное слово. Понимаете, российские пропагандисты, они же не могут, их живот рвёт на части. Ну, когда евреи неугнетаемые, не забитые, не униженные, а когда евреи гордо стоят в свою страну и просто посрамляют советское оружие, российское оружие, тамиранское оружие, их военно-техническую мысль, ну, это же... Что может быть хуже для российской пропаганды? Ведь когда Путин говорит, что Россия — правоприемник Советского Союза, он же не в револи, он же так считает. Правда. Ни одно государство не приложило таких усилий, чтобы здесь лились десятилетиями потоки крови, как Советский Союз. Здесь после войны за независимость, вот 56-й, вот 67-й, война на истощение, которая длилась 67-й по 71-й, война судного дня, 73-й год, Первая Ливанская война, 82-й — это все войны, которые начались из-за Советского Союза. При прямом вмешательстве, вплоть до того, что они участвовали в открытых боях с Азербайджанской армией, в 67-м и войну на истощение, и в 73-м, и в 82-м. Войну на истощение иначе ещё называют Израильско-советской войной. За четыре года войны на истощение на территории Синайского полуострова было уничтожено израильтянами более 200 советских офицеров. И вот представьте себе, Советский Союз, он же в военном отношении холодную войну выиграл. Они же, американцев, вот везде, собственно, подвинували. Вьетнам — победа Советского Союза, Куба — победа Советского Союза, Ангола — победа Советского Союза, Корея — ничья, которая, можно при желании сказать, что Советы победили. И вот было одно место на Ближнем Востоке, где им просто вот по этому кровавому б***ю надавали полено. Раз за разом. Это был Израиль, который сбивал советские МИГи с советскими лётчиками, который жёг советские системы ПВО с советскими зенитчиками. И вот эти вот евреи, такие вот смешные, с горбатыми носами, вот спейсами, да, вот этих вот суровых воинов, да, которые, значит, вот такие вот брутальные, да, и вот раз за разом посрамляли это. А почему? А потому что на самом-то деле что они не поняли в советской, а потом в российской школе, в военном, что война и драка в подворотне — это разные вещи. Вот в драке в подворотне советским офицерам нету рам. Я в этом уверен. А на войне нужно головой думать, а не задницы. И побеждают москви. И самоотверженная готовность умереть за свою страну. Называется ещё простым лёмким словом мужество. Так вот, в этих характеристиках израильские военные демонстрировали своё превосходство на советских. И я понимаю, что вот часто сослушатели в России, и там у людей просто, ну, просто рвёт башня от моих слов. Я очень рад, когда у зе-патриотов рвёт башню. Я испытываю вообще ни с чем не сравнимое удовольствие, когда я могу привести к раздражению зе-патриотов. Потому что мало кого я так ненавижу, как зе-патриотов. Ну, может быть, террористов Хамаса ненавижу. Да, я абсолютно разделяю ваши эмоции, потому что, да, в этой ситуации, где мы все оказались, и в том числе из-за таких вот зе-патриотов, которые что-то там поддерживают, это поистине такое большое широкое наслаждение, когда ты видишь, что у них срывает башню от их абсолютно алогичного вот этого имперского восприятия мира, ситуации, когда все вокруг виноваты, а не жертва, при этом абсолютно являются агрессором в любом виде, в любом конфликте. Что стоит заявление Пескова вот тогда, когда он говорил о том, что Россия ни на кого не нападала? Да, конечно, никогда ни на кого не нападала. И вот у них в голове эта конструкция, где они жертва при этом нападают, абсолютно спокойно уживается. Ну, мне кажется, в этом и есть их некоторая слабость, на которой мы будем продолжать играть. Я вам на эту тему приведу контрпример. Израильский посол в Москве поинтересовалась, а почему Россия не осудила атаку Ираном, израильской территории? На что Захарова сказала, ну вы же тоже не осуждаете атаку украинскими террористами объектов на территории Российской Федерации. То есть они пришли в ваш дом убивать, грабить, воровать унитазы, сжигать города. И вы террористы, вы понимаете? Вот логика. Вот я говорю сейчас гражданам Украины и гражданам других стран, которые нас смотрят. Если так у них работает логика в отношении Украины, вот так же у них в отношении Израиля. Потому что, знаете, вот еще был такой великий бард, поэт, потом зверски убитый агентами КГБ Александр Галич, он же написал эту сатириническую песню, которая актуальна и сегодня. «Израильская военщина известна всему свету, как мать говорила, он как женщина требует ответа», и так далее. Ну, в общем, ничего же не изменилось. И единственный язык, который они понимают, это поленом поморки. Ну вот видите, Макрон думает, наверное, что можно договориться. Он вот говорит, на время Олимпиады, «А можно-то вообще как бы и мир какой-то заключить, и прекратить огонь?» Ну, такие абсолютно странные заявления. Конечно, мы тут уже с вами, я перехожу в плоскость геополитики, но все-таки этот пример не могу не вспомнить в контексте нашего обсуждения. Пусть Макрон почитает такой документ, который называется «Белая книга». Это французская военная доктрина. Так вот, там написано, если Макрон забыл, что крупномасштабную войну Франция будет начинать с тактического ядерного удара для начала. Для того, чтобы обозначить серьезность своих намерений. А если не поможет, тогда применяется стратегическая ядерного удара. Это написано в военной доктрине демократического государства. Правда, справедливо, все равно сказать, это единственное государство, которое осмелилось так в своей доктрине вот это четко прописать. Видимо Макрон об этом документе подзабыл. Так, может быть, ему нужно напомнить, что у него, в его законодательной базе, это прописано. Хотел бы также уточнить важную деталь. Вот сообщают, что Иран утверждает, что предупредил об атаке на Израиль через 72 часа. США возражают и говорят, что никаких таких предупреждений не было. Я вот тоже эту конструкцию не понимаю, как пишут, что приблизительно за 72 часа до операции Иран проинформировал соседей из стран и региона о том, что ответ Ирана четкий и законный в рамках права на самооборону. Турецкие, иорданские, иракские официальные лица подтвердили, что Тегеран направил сообщение за несколько дней до атаки. Однако, высокопоставленный чиновник в администрации президента Байдена рассказал, что Вашингтон контактирует с Ираном через швейцарских посредников, но не получил такого сообщения. Очень странно говорить о том, что мы Вам обозначаем, что мы на Вас нападём такого-то числа, таким-то ресурсом во столько-то времени. Ну, как всегда, знаете, когда мы имеем дело с диктаторскими тоталитарными режимами, надо всегда понимать, что они используют разные средства. Дезинформация — это, может быть, справедная ложь, которая повторяется раз за разом, и у многих людей наивных наседает, как правда в голове. Например, вот Иран раз за разом, Ирана за ним Россия, другие страны, не устают повторять, что мы атаковали якобы на территории Сирии здание консульства. Вот это ложь, дорогие друзья, ложь, как всё, что говорит Кремль, это ложь. Никакого здания консульства Израиль не атаковал, а было атаковано здание, которое было рядом, слово «рядом» есть на русском языке слово «рядом». Как будет по-украински слово «рядом»? Поруч. Вот поруч, поруч с консульством было другое здание. Как здание на украинском языке? Будивля. Будивля. Вот стояла удивля, поруч, да, а вот не консульство. И в этом здании находились не дипломаты, а находились там генералы и офицеры. не сирийские, я подчеркиваю, а иранские. А офицеры это такая профессия, при которой могут убить. Вот, например, у водителя такси у него поясница болит, это его профессиональная болезнь, а у офицера профессиональная болезнь могут убить, профессиональный риск такой. Вот, так что, а что они приперлись в Сирию, иранские офицеры, что они там делали? Что они там забыли? Это когда Израиль уничтожил российскую систему С-40 на территории Сирии, которая отработала по израильским самолетам, когда там шла очередная атака по позициям Хизбаллы, то при атаке погибло три советских офицера, ну, из профессионала обслуживающего, и россияне заявили, что они там находились на отдыхе. Ну да. Мы же понимаем свои, российские офицеры, они ездят отдыхать в два места. Либо в Крым, либо в Сирию. Вот это два излюбленных. И обязательно в кармане комплекс С-400. Совершенно верно, да. Понимаете, вот это такое... Как бы у кого коньяк, у кого С-400. Ну, а нет, разделение труда. Так вот. И поэтому, значит, это по поводу лжи. А теперь по поводу, вернёмся к вашему вопросу. Околоправительственные ресурсы Ирана, информационные, действительно заявили о том, что последует удар. Последует удар. Ни точную дату, ни ресурс этого удара, ни характер, конечно, они не заявляют. Однако Соединённые Штаты предупредили Израиль с высокой степенью точности, когда и какой удар произойдёт, просто потому, что подготовка такого удара не может быть скрыта от спутников. Понимаете? Ведь что продемонстрировала эта война? Это столкновение. Что технологический уровень, вот при всём этом надувании ещё Ираном, он не сопоставим с уровнем развитых психологическом отношении стран, таких как США и Израиль. И американцы со спутников видели, что готовятся дроны, что готовятся ракеты. Израильтянам сказали, ну это наши союзники, американцы. Понимаете, они и вам информацию предоставляют, важную разведку со спутников. Они и ваши союзники, какие-никакие. Понятно, что и у вас много нареканий, и у нас много нареканий. Но дело не в этом. Лучше иметь плохих союзников, чем не иметь никаких. Вот это, мне кажется, очевидно уже сегодня. Так вот, по поводу того, что был предупреждён, не был предупреждён. Теперь в Иране празднуют победу, они показывают съёмки пожара в Техасе и там в Чили многолетней давности, говорят, что это у нас Израиль так горит. Я получил много в личку сообщений от россиян, которые слушают мои стримы, читают мои заметки. Вы там, бедные, держитесь, у вас там полстраны разрушено, ну как-то Бог поможет. Я пишу людям, у нас не разрушено ни полстраны, ни четверть страны, ни сотая часть страны, слава Богу. Но люди не понимают этого, как бы там бесполезно. но слушайте, вот один из израильских психологов русскоязычных, он сказал как-то раз, он говорит, послушайте, люди, которые постоянно слушают российское телевидение и не имеют другой информации, у них наступают необратимые изменения в способности к критическому мышлению примерно у 90% людей. Понимаете, это профессионал сказал. Да. Там пропаганда поставлена, вот что там поставлена профессионально, это спецоперации и пропаганда. Они не научились дороги делать, а вот пропаганда, да, вот как у Геббельса на таком же уровне. Да, ну, учился Путин в соответствующих, видимо, архивах, вычитывал, как всё это работает. Ну, кстати, насчёт вот этого примера, где россияне вам писали какие-то вот сочувствующие слова, на самом деле я вспоминаю начало полномасштаба, но это надо понять, это надо понять, какие россияне писали. Писали россияне, которые слушают стримы, то есть, так называют кого, это те люди, которых вы называете хорошими русскими, да, люди, которые в целом войну осуждают, Путина осуждают, да, ну вот они проявляли сочувствие вот в таком контексте, да. Ну, смешанные взгляды у них там, и я, если честно, даже не понимаю, как они уживаются, потому что, смотря некоторые опросы, ты видишь, ну, вот две диаметрально противоположные позиции. Одна позиция, Путин плохой, войну надо заканчивать, он вообще вот всё, все беды, это он, и ты слышишь, ну, человек трезво говорит, трезво мыслит, показывает следующего, следующий говорит, да, Путин молодец, вот это Обама, Байден, вот это все, они нам кнопки в лифте палят и задолбали вообще, и я думаю, ну, как вы там все вот с этими, у вас же есть семьи, вы же встречаетесь, как вы там друг друга ещё не ножами, вилками, так сказать, не этот самый. Это полбеды, нет, так это полбеды, это вы сейчас, а есть же ещё категория людей, и она очень большая, Путин плохой, войну надо кончать, о, это вообще, но Крым наш, но Крым наш, но Крым наш. Это самый сок, на самом деле, и я вот, что хотел сказать, привести этот пример, который, ну, шокировал буквально всех, во время полномасштабного вторжения, первые вот часы, мы утром просыпаемся, вот, того, что летят ракеты по нашим объектам военным, мы слышим взрывы, и для кого не секрет, что у россиян и у украинцев очень много этих семейных уз, так сказать, и те вот родственники, которые находятся в России у украинцев, они пишут следующее, вы не переживайте, мы сейчас вас освободим, вы так натерпелись, мы понимаем, ну вот-вот, и всё у вас будет хорошо. Осталось чуть-чуть, осталось чуть-чуть, осталось чуть-чуть, вот этот кошмар, вы сейчас, и кошмар они говорят про нашу жизнь, говорит, вы сейчас, подождите, мы сейчас вас освободим от этого всего, а мы, вы представьте, взрываются там ракеты, стреляют, всё этот самый, и ты читаешь вот этот вот сюр, подобие того, что вы пишете, что вы получали, ну, в общем, ответвление нашего разговора. Вы знаете, я на эту тему, я продолжу вам примеры вот эти, они мне, значит, я говорю, послушайте, что вы творите, вы же начали войну, это же как бы, они говорят, ты не понимаешь, там фашисты, я говорю, слушайте, я в Украине бывал, я в Украине работал, я в Украине отдыхал, в самых разных, я не видел там ни одного фашиста, ты не понимаешь, у них улицы есть, которые названы именем Бендера, я говорю, если вам не нравится название улицы, её надо сжечь, вот методика такая, то есть вам что-то не нравится, давайте это сожжём, вместе с людьми. Да, да, такая улица. Ну, не нравится, не нравится, как называется эта улица, не приезжаешь, не снимай там гостиницу на этой улице, если ты такой принципиальный. А у них вот деноцификация, понимаете? Если бы мы в Израиле руководствовались этими принципами, мы бы должны были сжечь полближнего Востока, но мы же этого не делаем, мы наоборот, пытаемся найти, что нас объединяет, и нам удаётся, потому что, вот смотрите, вот сейчас мы вместе с иорданцами сбивали иранские беспилотники, да, мы с Объединёнными Арабскими Эмиратами заключили соглашение Авраама. Кому-то от этого плохо, ну, может быть, Ирану плохо, может быть, от этого Путину плохо, но Израилю и Эмиратам от этого только хорошо. Вот эта атака, которую сделал Иран, это, ну, если можно так, конечно, классифицировать, что прощупывание, но почему сейчас, почему такое дорогое? Ведь мы видим по их реакции сейчас, что они прям вот, как, знаете, так, куснули, и сразу чик-чирик, я в домике, а всё, а всё, мы уже там, ну, вот как-то так. И получается, что как будто бы они очень сильно боятся ответа Израиля. И эта тема настолько серьёзная, что Байден, Натаньяху отговаривал, и как бы говорят, что отговорил. А я вот себе думаю, а может быть, и не нужно было отговаривать, может быть, нужно было всё-таки вот по зубам, так сказать, и дать разок. Ну, во-первых, давайте произнесём уже эти слова разочек. Если бы не было 24 февраля, не было бы 7 октября. И не было бы позавчерашний этап. Потому что это всё звенья одной цепи. За всеми этими событиями торчат кремлёвские уши. Потому что, начав войну против вашего государства, Путин показал диктаторам, а так можно. А так можно. Можно взять и бороться с названиями улиц в других городах. И говорить, что это благое дело борьбы с фашизмом. При этом вырезая население, понаселённые пункты, устраивая акты геноцида, нанося удары по мирным инфраструктурам, вторгаясь в чужую территорию. Я уж не говорю про унитазы и прочие прелести. А я им говорил, российским офицерам, в первый, во второй день войны. Я говорю, а помните, что же вы делаете? Это же война, она же потом расползётся, это же неконтролируемо, она же к вам в дом придёт, вас же будут бомбить так же. Они на насмеялись. Ну вот я хотел бы послушать сейчас этих героев, после того, как вы наносите удары на тысячу километров вглубь Российской Федерации по инфраструктурам нефтетераподерабатывающей промышленности и так далее. Да, там. Вот, поэтому они говорят, а нас-то за что? А это терроризм, это Израиль должен осудить. Нет, у нас-то не за что, мы-то, у нас-то не названы улицы Бендера, у нас только улицы Сталина названы, а Бендера нет, только Сталин. Сталин молодец, Сталин с фашизмом боролся. Он, правда, проводил, так же, как и Гитлер, акты геноцида по отношению к некоторым народам, но это... Это другое. Это другое. Это другое, да, это другое. Это лес рулят, щепки летят. Это вот, да. Да, ну так все-таки, ответ Израиля, он предполагает, я так понимаю, почему Иран, как мне кажется, напугался, ядерное применение какого-то, какого-то ядерного оружия, или, я все-таки ошибаюсь? нет, 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 в Израиле никто не рассматривает этот вариант, как, за исключением каких-то оголтелопопулистских политиков, которые пытаются таким образом набрать себе какой-то популярности дешевые, военные специалисты не рассматривают в данном контексте подобный сценарий. Я вам скажу, есть несколько, ну не версий даже, правильно сказать, несколько взглядов, несколько точек зрения у военных специалистов, каким должен быть ответ. Ну, во-первых, есть понятие несимметричного ответа, и уж кто-кто, а вот военные в украинской армии знают, что это несимметричный ответ, мне кажется, лучше всех в мире сегодня, когда, например, берется и топится военно-морской флот государством, у которого военно-морского флота, ну, как вариант, да, вот, поэтому совершенно не факт, что ответом Израиля будет именно ракетная или воздушная атака, есть много других способов военного вмешательства, которые могут приводить к впечатляющим результатам. Вот, если вы помните, где-то примерно год назад вдруг на территории Ирана произошло несколько хлопков, в результате которых был уничтожен какими-то злоумышленниками, это какие-то были очень плохие люди, один завод по производству шахедов и один, страшно сказать, склад с ракетами, которые планировались, значит, предоставлены быть российской армией для того, чтобы обстреливать Украину. И как-то вот, представляете, вдруг как полыхнуло, как загорелось, как покурили не в правильном месте и вдруг хлопок. Вот бывает такое случится, может же такое случиться, никто же не застрахован. Конечно. Вот. А бывает, понимаете, вот моя точка зрения, например, нужно, ведь что продемонстрировало израильское применение ПВО? Что технологическая военная мысль Израиля стоит на несколько поколений впереди иранской. Вот мне кажется, наш ответ военный Ирану должен проставить акценты, должен показать, где их технологическая военная мысль, а где наша. Должен быть точечный, ограниченный, невероятно болезненный и очень унизительный в плане последствий для Ирана. С одной стороны, широкомасштабная военная акция, она разозлит наших союзников, и мы не можем себе позволить портить с ними отношения, а с другой стороны, без ответа это оставить тоже нет. Вот, кстати, я говорил, что я слышал сейчас заявление предсектора Цахала перед нашей с вами беседой, и он подтвердил, что Израиль планирует ответ. Значит, мы, я думаю, еще увидим некоторые события, и надежда есть, что встретимся их в том числе обсудить. Пишут, что Израиль отложил планы по началу наземной операции в городе Рафах на юге сектора Газа после атаки Ирана. Источники CNN в израильском правительстве об этом говорят. Насколько сильно все то, что сегодня произошло, повлияет на события в секторе Газа? Ну, прежде всего, Иран сделал нам большой подарок. Под влиянием лживой неамарксистской пропаганды и лживой арабской пропаганды во многих западных странах очень сильно критиковали Израиль, и помимо критики были и другие. Такие вот действия, например, Великобритания, Финляндия, Швеция, Франция, Канада, разрывали контракты с нашей оборонной промышленностью, отказывались продавать нам оружие, там, Великобритания, например, и так далее. Давление было очень сильно. И в результате, допустим, действия в США впервые за очень долгое время США не наложили вето в совбезион при голосовании антиизраильской результой, там было принято. То есть давление было очень сильно, а сейчас вдруг весь западный мир сплотился в поддержке вокруг Израиля, и это не голословная поддержка, потому что английские истребители это не голословная поддержка. Так что в каком-то смысле Иран сделал подарок. С другой стороны, понимаете, в чем дело, мы не сможем достичь военной победы в Газии, если мы не проведем операцию в России. Там остались последние вот эти четыре боеспособных батальона на Хамаса из двадцати четырех, которые были изначально. Еще один, пятый, он рассредоточен в некоторых насильных пунктах. Из двадцати четырех батальонов у них осталось нет. И нам нужно, конечно, дожать вопрос в Рафиахе, тем более, что, скорее всего, именно там находится большинство наших заложников, тем более, там находятся руководители Хамаса, самая верхушка, хотя там часть была нами уничтожена за это время уже. То есть вопрос надо решать. Большая проблема, что там скопилось порядка миллиона беженцев, и Израиль, безусловно, принимает этот расчет. Но будем, значит, действовать другими тактическими методами для того, чтобы даже, может быть, в ущерб своим интересам пытаться сохранить жизни так называемых мирных граждан сектора газа. Вот. А что касается действий Ирана, я еще раз повторяю. Тот факт, что Райан решился на такую беспрецедентную атаку, он говорит о том, что почувствовали, что можно. И в последний раз подобные действия против Израиля делал Саддам Хусейн, когда была война в Залии. Израиль была атакована многими-многими десятками, если не сотнями скапок. И тогда тоже Саддам Хусейн понимал, что вот он может себе это позволить. Поэтому действия международного сообщества и демократических стран, оно здесь очень важно, помимо действий Израиля. Григорий, спасибо большое, что отвечали на мои вопросы, что уделили время и все-таки нашим зрителям помогли разобраться в этой сложной ситуации, действительно непростая. И все-таки, как я сказал, уже есть надежда, что будем с вами встречаться и обсуждать все эти вопросы. Я в заключение хотел еще один штрих добавить. Я все время говорю, что у нас в рамках войн, которые идут у вас и у нас, так как-то по стечению обстоятельств получается, что одни и те же враги и одни и те же друзья. И вот маленькая Чехия. Вот весь Запад говорил, нету боеприпасов для Украины, а маленькая Чехия нашла боеприпасы для Украины. Весь мир нас критиковал и даже более того, а маленькая Чехия сказала, что настал момент, когда они посчитали уместным перенос посольства из Столевой в Иерусалим. Вот интересные такие вот моменты, понимаете? Поэтому нам надо всем странам, так сказать, где преобладает здравый смысл, надо держаться вместе. Сто процентов. Меняется история и то, что вы сказали очень точно, и я абсолютно согласен с тем, что нужно держаться вместе, потому что, наверное, другого выхода нет, это все-таки тоже здравый смысл держаться вместе тем, у кого он есть. Спасибо вам большое, Григорий. А вот я вам скажу больше. А если у нас есть еще одна минутка, я вам скажу больше. Вот когда началась война ваша, израильские офицеры на территории третьих стран оказывали консультационные услуги вашим коллегам по ряду вопросов по определенных сферах, не буду сейчас называть, каких? Сам факт уже не засекречен, об этом уже писали в израильской газете. Потом, после того, как у нас поменялось правительство, где-то через полгода этот проект сошел на нет. А сейчас недавно, наоборот, наши специалисты поехали учиться у вас. Чему? А как поддерживать функционирование электроснабжения при условиях тотальной войны и бомбардировок гражданских объектов? А что нам мешает создать правительственные программы, когда постоянно военные в обеих стран будут ездить учиться друг у друга? В каких-то вопросах у вас накопился колоссальный опыт, в каких-то вопросах мы лидируем в мире как специалисты? Обмен опыта — это уникальная вещь. А где еще может такой эксклюзивный момент присутствовать, что есть так много военнослужащих носителей языка? Я понимаю, что у вас сейчас к русскому языку какое отношение, но тем не менее, когда вопрос идет об обучении, я вот сам ездил, обучал ваших военных и ваших полицейских, никаких проблем, что я на русском языке это делал, всегда, так сказать, на ура принималось. Так использовать этот ресурс, и это было бы к взаимной выгоде и к повышению правоспособности обеих стран. Я с вами согласен, тем более, что, знаете, мне кажется, украинцы по природе свои гостеприимные люди, и эта гостеприимность не только проявляется, когда ты гостей встречаешь, но мы еще и вот открыты, открыты к новому, открыты к хорошему. Как человек, который вернулся в феврале из командировки в Киеве, я могу ему сказать, что я с вами абсолютно согласен. Спасибо, приятно. И пусть нас, наши страны ничего не ссорят, и наоборот, больше событий появляется, пусть на позитивной платформе эти события появляются, чтобы мы были ближе, вместе, и, в общем, шли в будущее именно как цивилизованные порядочные страны. Совершенно верно. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok